Конечно, вы должны понять, что телевидение – это вранье. А не видели? Ну, так вот я вам это и рассказываю. Не, не, не знаете? А поэтому и смотрите мой замечательный ютубовский канал. Самое забавное – я это вижу, а вы этого не видите. В некотором смысле грамотные люди вообще телевидение не смотрят. Я-то смотрю. Я даже вижу, как телевидение врет. То есть давайте мы вспомним качественное составляние души социализма. Было просто замечательно. Ни рекламы, ничего не было. Было все красиво и ровно. Да-да-да-да-да. А вы не видели это? Я это видел в тубе. Очень хороший реальный канал. То есть смотришься, получаешь грамотный результат. Что сегодня и сейчас, особенно в России. Ну, отдельные телевизионные каналы я бы вам вообще не рекомендовал смотреть. К слову, на этих отдельных телевизионных каналах вранье не только в эфире. Вранье и в рекламных роликах. То есть всем вам говорит информация по рекламной составляющей. Приходите в замечательный банк и возьмите свой замечательный кредит. Так вот, вы знаете, я уже неоднократно звонил в этот банк. Как-то кредиты у меня не получилось. Почему, непонятно. А вот, наверное, проблема-то в чем заключается. В свое время, когда можно было всех послать кедреней фени, я этого не сделал. Потому что я хотел сохранить свое лицо. Да-да-да-да-да-да. Когда кредиты начали ссыпаться, как у всех, можно было просто плюнуть и не договариваться с Альфа-банком, который в свое время-то его здесь и не было. В свое время здесь был серебряный, как раз знать. Вот вы с ней договаривались, она потом куда-то развалилась. А им надо было послать их к тебе матери. И тогда все было бы нормально. Почему нет? Но я этого не сделал. Я еще и здесь платил, и раскидывался. Я не буду говорить о моем автомобиле. По большей части, это было большее удовольствие для меня. Потому что он был в кодит, он себя оплатил, еще и страховки оплатили все подряд. Ну, кто бы сам состязаться, так скажем. Кто-то попытался, не получилось. Кто-то попытался потом мне машину задешево купить. Я ему сказал, молодой человек, у машины все подушки безопасности на месте. Просто мордочка мало развалилась, и все. То есть цена вопроса, ну, тех денег и стоила. И все. Вот. Не надо было это делать. Не надо было это делать. Но я был прав. Может быть, я сегодня и не прав. Ну, да ладно. И теперь, когда мы говорим о том, кто вас накалывает, вы об этом тоже должны понять. Ради прикола. Просто позовите и узнайте. А что-то может так случиться, что вот. Зачем платить деньги, когда вас обманывают? Я не понимаю. Или, может быть, это наше правило? Обманывать собственное население. Как это делается сегодня, сейчас. Я потому что посмотрел, ну, в других местах, то, что сейчас творится. У людей нету никаких проблем. То есть людей просто колбасит. Я все прекрасно понимаю. Так же людей колбасит. И где-где-где? Во Франции, естественно. Там этих желтых жилетов колбасит по самые кривые помидоры. Ну, и что? Ну, если этот человек готов подколбашиваться, то никаких проблем не возникает. И никто почему-то во Франции в отставку не уходит. Хотя людей колбасит. А у нас все говорят, уйдите в отставку. А может быть, не надо? Может быть, что-то надо другое сделать, да? Собрать людей качественно, грамотно. И сделать свой, немного другой выбор. Потому что выбор-то у вас будет. Мы же все-таки стараемся жить в демократическом государстве. А в демократическом государстве выбор есть у каждого. Хорошо в краю родном. Пахнет сеном и говном. Так вот много четверостишней на говно кончающихся. И это все про Россию. Потому что это ложь. И это со всех телевизионных каналов. А интернет-издания мочат. Типа Россия в кредите. Да как быть, коли не дают. А? Вот смотрите. Как человек. Хотящий иметь кредитную и честную историю. Вот он смог отбить кредиты. Но с судом. То есть ваши долбанутые проценты за чуть малую недоплату должны быть от суммы. А не от ваших идиотских процентов. Так-то? Да. А то хлопает сумма в разы больше, чем весь кредит. Куда? В суд? Вы просто борзели, господа банкиры. Вот так я закрыл и выплатил 4 кредита. Чтобы вы обломались. Но все закрыто. То есть все кредитные истории погашены. А теперь про вашу болезнь. Вы набираете актеров. Ну может быть для кого-то это и красиво. Но актеры это конечно не мы проститутки. Я про работников ТВ говорю. Но даже если это и куртизанки, то вещь-то о деньгах идет. За деньги решаются все проблемы. И вы нам рассказываете о кредитах, которых нет. То есть год 2019 на носу. Посмотрите все ролики и поставьте крест. Нигде вам кредитов не получить. Нигде. То есть в стране есть люди, понимающие суть проблемы. До пенсии не дожить и кормить государство себе в накладку. Других запаренных кредитами больше крыши. У них денег-то нет на себя. Все залезли решать и самые дорогие проблемы. Солопедов от 22 никто не дает. Что остается? Та самая ложь по каналам. Так что кушайте. Ложь или говно. Но не забывайте о теме. Лезть в кредит или в крепостное право. Вот нужно ли вам такое?